Дело в том, что эффективность нашего бизнеса, а если вы управленец, если вы собственник, то вы хорошо это понимаете. Эффективность нашего бизнеса зависит от тех решений, от качества тех решений, которые мы с вами принимаем. Мы принимаем бесконечное количество решений. Это куча оперативной всякой разной деятельности, это стратегические решения, это решения, связанные с конкретными направлениями вашей деятельности и решения, связанные с организацией коллектива. То есть, на самом деле, работа руководителя и управленца – это работа принятия правильных решений, наиболее эффективных решений, решений, которые с большей вероятностью дадут необходимый выхлоп. И вот для того, чтобы эти решения принимать так хорошо, как мы сейчас об этом говорим, действительно нужно понимать, как работают механизмы мышления. То есть, если решение – это же результат некой мыслительной деятельности. В этом смысле весь бизнес, если смотреть на него не глазами рядового сотрудника, который что-то делает руками, ногами и даже головой, а смотреть на это глазами управленца, то, конечно, это вопрос сложности мышления. Потому что мышление – это… Сейчас я даю вам определение. Мышление – это наша способность моделировать реальность, и находить в этой модели максимально эффективные решения. Значит, вот моделирование реальности, а реальность бизнеса, она очень объемна, она состоит из многих отдельных пластов, потому что у нас есть реальность наших клиентов с их потребностями, ожиданиями, вкусами, предпочтениями и так далее. У нас есть реальность наших сотрудников с их мотивациями, с их компетенциями, с их корпоративной культурой и так далее. У нас есть реальность бизнес-процессов, в которых мы находимся, потому что понятно, что сейчас экономика переживает такие фазы турбулентности, достаточно сложные для бизнеса, потому что нужно даже те, кто находится в положительном, положительным, потому что понятно, что кризис для многих стал и возможностью точкой роста, и в принципе может оказаться, что он более выигрышный, когда другие проигрывают, кто-то выигрывает обязательно. В любом случае мы находимся в неопределенности, мы находимся в ситуации, когда нужно принимать решения, нужно рисковать в каком-то смысле, и это всегда мыслительный процесс. Итак, мозг – широчайшая тема. Если мы говорим про бизнес, то можно говорить про обучение сотрудников, можно говорить про софт-скиллы, можно говорить про всё, что угодно. Что касается организации, нейромаркетинга и прочее, но если мы говорим про бизнес с точки зрения сущности бизнеса, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении, как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Потому что мы все знаем эту аналогию карты и территории, о том, что мы должны, имея территорию, строить карту. Карта всегда этой территории условна, потому что если она будет абсолютно точна, то она совпадёт с территорией и будет перестать иметь свойства карты. Мы должны научиться создавать такие карты, чтобы они были достаточно объёмные и детальные для того, чтобы мы решали свои задачи, но не избыточные. И вот, собственно говоря, вот эта золотая середина бизнес-мышления и есть ключевая такая сейчас вещь, которую мы должны для себя чётко определить и которую мы должны тренировать, потому что мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это ни удивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиваем интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA или чего угодно, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблонов. Но, с другой стороны, когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимися потребителем, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными. Значит, поэтому, что такое мышление? Да, мы уже сказали, что это создание карты в соответствующей территории, это моделирование реальности, но, как я вам сказал, это не то, как вы обычно себе представляете мышление. Потому что обычно то, что мы себе представляем, это просто автоматизмы. Что же такое мышление на самом деле? Вот современные исследования нейрофизиологии, и можно назвать дату, когда, собственно говоря, нейрофизиология сделала этот невероятный прорыв, это 2001 год, когда впервые Маркус Рейгл сформулировал теорию так называемых дефолт-системы мозга, которая структурировала концепцию базовых нейронных сетей. Это звучит сложно, сейчас я объясню просто. Значит, наш мозг может находиться в разных режимах. То есть он может находиться в режиме актуального потребления информации и рассуждения вот здесь, вот и сейчас, исходя из вот тех вводных, которые лежат перед нами. И за это отвечает центральная исполнительская сеть. Есть другой режим работы, когда мы более активно изучаем материал и действуем с тем, чтобы картировать происходящее. Кого приходите, условно говоря, на свое предприятие, кого приходите в офис, да, вы смотрите за тем, как работают сотрудники, как они себя ведут. Вы смотрите за клиентами, которые пользуются вашим продуктом, да, в этом случае работает уже другая нейронная сеть, сеть выявления значимости. И, наконец, третья базовая нейронная сеть, вот как раз открытая Маркусом Рейхелом, получила название дефолт-системы мозга. И в чем уникальность, удивительность этого открытия? Она состоит в том, что мы с вами мыслим подсознательно, да, потому что вот та самая дефолт-система, самая обильная, самая сложно организованная, самая мощная с точки зрения производства интеллектуального продукта, она работает в те моменты, когда вы не концентрируетесь на конкретной задаче, а когда вы находитесь в состоянии вот этого специфического состояния блуждания. Почему это открытие стало абсолютно революционным для нейрофизиологии наших знаний о мозге? Это случилось, потому что стало понятно, да, за что Канни Ману дали премию, ему, кстати, дали 2000, если я не ошибаюсь, году. Значит, и вообще, почему психологи так стали важны и востребованы в рамках экономики? Значит, потому что психологи в рамках экономики, да, это поведенческая экономика, это отдельный, как бы сказать, способ смотреть на бизнес, но очень многое, чем они занимаются, так называемыми евристиками или когнитивными искажениями. Вот в чём суть? Значит, суть в том, что ваш мозг имеет свойство думать сам по себе, да, он производит эти интеллектуальные процессы бессознательно. Часто вы принимаете какое-нибудь важное решение, и вас спрашивают, почему вы его приняли, или если я вас спрашиваю, почему вы его приняли, вы растеряетесь и будете искать аргументы, которые будут оправдывать ваши решения, но внутренняя мотивация, почему вы уверены в этом решении, объяснить будет очень сложно. Почему? Потому что оно пришло откуда-то, вот вы ложились тяжёлой головой спать, утром проснулись, и вдруг вы понимаете, как вам нужно делать. По этому поводу есть такой исторический анекдот, что Пётр Первый спал всегда рядом, у него на столе лежали, разли с кроватью, это, правда, было такое сидение, потому что они спали полусидя, у него всегда был листок, карандаш, и он во сне просыпался и записывал какие-то свои указы, которые, значит, утром он уже потом надиктовывал в полном объёме, да, потому что наш мозг работает постоянно, если вы озадачены решением какой-нибудь бизнес-задачи, это происходит постоянно, даже во сне, и это происходит без участия вашего сознания. Почему я вам вспомнил канеманы, эвристики и когнитивные искажения? Потому что, с одной стороны, это очень эффективный инструмент, работающий сам по себе мозг, работающий мозг предпринимателя, это вообще что-то с чем-то, это очень крутая штука. Но проблема состоит в том, что когда решение, произведённое мозгом, выходит на поверхность вашего сознания, вы неизбежно совершаете огромное количество когнитивных искажений. Почему? Потому что вы не контролируете этот процесс. Когнитивные искажения – это эволюционные механизмы, которые приводят к тому, что ваши, может быть, даже очень правильные по сути решения не учитывают огромное количество параметров, которые необходимо учесть для того, чтобы в финале ваше решение было действительно тем самым, которое будет результативным максимально. Этих когнитивных искажений много. Канеманы и Тверский занимались большим количеством искажений, но то, что стало в основу, легло их Нобелевской премии, связано так или иначе с когнитивным искажением, связанным с ошибкой планирования. Потому что когда вы что-то планируете, вы, как правило, закладываете в решение этой задачи количество ресурсов меньшее, чем потребуется, и количество времени меньшее, чем это действительно займёт. И есть, условно говоря, математическая пропорция, которая может помочь вам, после того, как вы приняли соответствующее решение, ввести необходимые коэффициенты и получить реальные сроки и реальные затраты. И после этого уже скорректировать, возможно, принимаемые вами решения. Но таких искажений много. Это эффект владения, это иллюзия выбора, это проклятие знания и так далее. То есть существует целый набор вот таких, встроенных в нас инграм, которые искажают те решения, которые мы принимаем, или являются просто имплицитными, внутренне свойственны этим решением ошибками. И вот задача любого руководителя – знать, что его мозг будет ошибаться здесь, здесь, здесь и здесь. После того, как вы хорошо себе представляете, где ваш мозг будет ошибаться, принимая решение вот так вот, зачастую просто этим, как некоторые предприниматели говорят, интуитивно я просто, но я понимаю, что это правильно. Вот это понимая, что это правильно, здесь вопрос, как это проинвентаризировать на предмет того, чтобы ввести необходимые коэффициенты, чтобы поправить эти естественные искажения, которые наш мозг наводит на наши решения, и предупредить негативное развитие событий. Это по целому спектру самых разных когнитивных искажений очень важно для нашего такого бизнес-мышления. Продолжение следует...